Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале компании One Insight. Меня зовут Чалая Юлия, психолог-сексолог нашего центра, и сегодня наш эфир посвящен ответу на ваши вопросы. Итак, начнем. Почему может быть страх близости, в большей степени эмоциональный? Замечу, что потребность в эмоциональной близости является необходимым составляющим в жизни человека. Мы нуждаемся в ней. Ребёнок, рождаясь, нуждается в том, чтобы мать не просто выполняла механически всю заботу о ребёнке, а делала это с теплом, с откликом, с любовью. И если в детстве у нас был опыт близких отношений, первый опыт близких отношений, в котором мы почувствовали ненужность, холодность со стороны наших заботящихся взрослых, то в нас может заложиться такой тип привязанности, который мы называем избегающий тип привязанности. Оказывается, что близость — это такой близкий контакт, искренний контакт с другим человеком. И эта близость, она вылуждает к тому, чтобы делиться своими чувствами, переживаниями, говорить о своих мыслях, говорить о чём-то сокровенном, и при этом принимать другого, то есть проявляться и принимать другого в этом своём многообразии. Это очень тёплый момент в отношениях, глубокий. Но оказывается, что есть люди, для которых эта близость является пугающей. Внутри возникает ужас и хочется сбежать. Почему же так происходит? Если первый опыт близких отношений с матерью или с любым другим заботящимся взрослым нёс характер отвержения, то внутри фиксируется идея о том, что близкие отношения — это больно, от этого можно страдать, и поэтому принимается решение избегать. Ну, немножечко подробнее об этом. Бывает так, что когда ребёнок рождается, мать вынужденно оставляет его. Ну, бывают случаи, когда это ненамеренно, или она заболела, или нужно куда-то отлучиться. Бывает так, что детей действительно просто передаёт на воспитание бабушкам, и тогда внутри возникает ощущение ненужности и отвергнутости. Бывает так, что физически родители присутствуют, но отсутствуют эмоционально. Появление ребёнка — это кризисный период в истории семьи, и много эмоций возникает. Бывает так, что, справляясь с этим кризисом, родителям не до ребёнка. У матери может быть послеродовая депрессия, или могут возникнуть какие-то совершенно несвязанные с ребёнком сложности, и тогда все эмоции, все переживания, они направлены на решение текущих вопросов. И опять же, ребёнок чувствует свою ненужность, чувствует покинутость. Бывает так, что родители эмоционально незрелые и эмоционально нестабильные. Тогда у ребёнка нет стабильного ощущения в том, что близкий человек рядом, что в сложную минуту он придёт на помощь. Сегодня ему рады, завтра как будто бы его не любят и не хотят. И вот такой вот дисбаланс вызывает в душе ребёнка желание защититься. Защититься от сложных эмоций, от всех этих чувств, и вызывает так называемую эмоциональную холодность. Бывает и другой сценарий развития в детстве, когда родители излишне заботятся. Они всё знают лучше, что ребёнку нужно, чего он хочет, каким ему нужно быть, то есть они всё за него решают. Такая стратегия называется поглощением. И тогда у ребёнка нет просто места для проявления его, его желания, его чувств. И опять же, включается защитный механизм закрыться от своих переживаний. И в итоге мы видим, что во всех подобных ситуациях фиксируется базовая идея внутри ребёнка о том, что близкие отношения — это больно, это тяжело, это то, что вызывает страдания, а значит, лучше их избегать. Когда люди вырастают со сбегающим типом привязанности, это не значит, что они совсем не вступают в отношения. Они любят знакомиться, флиртовать, они любят романтические свидания. У них это всё замечательно и здорово получается, им тут легко. Но как только отношения развиваются, и в них должна бы возникать глубина, сближение, ещё, как говорят, когда отношения становятся серьёзными, то вот в этот момент они пугаются и прибегают к известной для них стратегии, защитной стратегии — это избегание, то есть разрыв. Избегание близости и разрыва отношений. Делают это они множеством разных способов, ведь никто не хочет признаваться в том, что на самом деле эти желанные, казалось бы, отношения не нужны и пугают. Различными способами можно избегать близости, придумываются разные сценарии. Например, один из партнёров становится очень требовательным другому. Всё время всё не так, он недостаточно идеальный, много критики. Для чего включается такой механизм? Потому что если все не те, то ты и не вынужден строить близкие длительные отношения. И на уровне рационализации ты себе объясняешь, почему на самом деле отношения у тебя не получаются. Хотя на самом деле вами может руководствовать именно страх близости и избегание близких отношений. С другой стороны, мы можем становиться очень критичными к себе, предъявлять множество требований, строить идею, что когда ты станешь идеальной, когда ты достигнешь одного, второго, третьего, вот тогда будет время для отношений. А пока этого нет, то и серьёзных отношений тоже не нужно. Подходит к моменту истинной близости, ты вспоминаешь, что ты ещё недостаточно созрела, и опять из них убегаешь. Основной движущий механизм при страхе близости — это боясь быть оставленным. Переводя на язык отношений, опасение в том, что тебя бросят, оставят, что кто-то другой первым разорвёт отношения. И тогда срабатывает стратегия на опережение. Лучше я быстрее закончу отношения, чем будет риск того, что меня бросят. И поэтому такие люди, которые избегают близких отношений, они часто сами в какой-то определённый момент, по истечению, возможно, какого-то уже привычного для вас срока, заканчивают эти отношения и находя в этом всякие разные другие причины. Что же делали? Во-первых, нужно заметить, что этот страх внутри присутствует. И честно ответить себе на вопрос, чего именно вы боитесь? Было бы неплохо понять, откуда у вас этот страх, какая история с этим связана, с кем вы проживали такой опыт, об кого ранились настолько сильно, что теперь боитесь сближаться с другим человеком. Ещё, кстати, один компонент, почему мы боимся близких отношений, потому что там нам придётся быть настоящими, такими, какие мы есть. Там не получится себя приукрашать или одевать какие-то маски. И вот тут вот есть опасение, что таким, какой ты есть, тебя не примут. Но если не пробовать, вы не узнаете, как же на самом деле люди относятся к вам, и, возможно, они увидят вас намного богаче, чем вы о себе думаете. Те ваши условные недостатки, которые вы стараетесь скрыть, покажутся достоинственными. Это я говорю к тому, чтобы начать потихонечку, очень медленно, тут не получится делать быстрых шагов, потому что страх-то живёт внутри, очень глубоко, но очень медленно, понемногу раскрываться, замечая, что страшно, что очень не хочется, чтобы было больно, но немножко дальше продвинуться в отношениях. И заметить, что есть те, кто готовы быть с вами, готовы не бросить, не оставить, а раздавить с вами ваши переживания, вашу индивидуальность и все ваши знакомые чувства. Только, пожалуйста, делайте это очень медленно. Неплохой способ для того, чтобы лечиться от страха близости, это психотерапия. Потому что, когда вы в контакте с надёжным, постоянным человеком, например, вашим психологом, вы уже оттачиваете этот навык быть с кем-то в доверительных отношениях, быть в отношениях, в которых не предают, в которых не делают больно. И таким образом вы тренируетесь и нарабатываете новый опыт. Да, это можно делать в дружеских отношениях, в любовных отношениях, а можно немножко потренироваться и в психотерапии. Но в любом случае, без того, чтобы пробовать и получать новый опыт, у вас не получится. Поэтому приятных вам экспериментов в раскрытии себя и построении близости. Переходим ко второму вопросу. Почему может быть огромный страх вступать в конфликты и оставаться в нём с кем-либо? Ничего не могу делать в этот момент. Кровь стучит в ушах, как будто не в себе, когда есть малейший намёк на агрессию. Физического насилия в семье не было. Спасибо за ответ. Поговорим немного о конфликте. Потому что, наверное, когда вы слышите слово «конфликт», у вас уже внутри возникают ассоциации с какими-то неприятными чувствами. Да, чаще всего конфликтная ситуация — это весьма сложная ситуация, в которой у нас возникают неприятные переживания. У нас включается агрессия, у нас может включаться страх. Это в любом случае выход из зоны комфорта, где нам нужно мобилизировать свои эмоциональные ресурсы не только для того, чтобы защититься. Правильная стратегия в конфликте — это поведение, которое направлено на поиск взаимопонимания. И бывает так, что без конфликтного взаимодействия не удастся достигнуть взаимопонимания. То есть что-то, что вы никак не можете решить, не вступая в этот конфликт, оно недостижимо. И поэтому, хочешь не хочешь, но надо бы выйти из этой зоны комфорта и разобраться в том, что происходит. Но конфликт — это то, чего мы многие боимся, потому что есть идея, что если ты конфликтный человек, то ты, условно говоря, плохой. Так ты всё время хороший, ты не конфликтуешь, ты стараешься, ты везде подстраиваешься. И бывает забываешь о том, что внутри ты не всегда хочешь подстраиваться, и ты не совсем согласен, но эти чувства подавляются, и тогда внутри становится очень дискомфортно. С другой стороны, во время конфликта есть страх агрессии, того, что другой, если ты проявишь своё недовольство, он сильнее, он может тебя подавить, он может воздействовать на тебя так, что тебя победит. И это не только физический контакт, это эмоциональный. Ну, а проигрыш, конечно, это эмоционально неприятное переживание, и лучше этого избегать. Основной страх в конфликте — это страх что-то потерять. Вам кажется, что если мы войдём в несогласие с кем-то, то мы можем потерять эти отношения или потерять то, что уже имеем, или, возможно, нас отвергнут, от нас откажутся. Мы, когда мы не согласны, мы будем неугодны. И вот этот вот страх потери чего-либо стоящего и дорогого, он тоже влечёт к тому, чтобы умалчивать и убивать от конфликта. Но без конфликтов жизнь никогда не может сложиться. Они в любом случае будут. В вашем вопросе вы пишете о том, что опыт проживания конфликтов крайне негативный. Чаще всего, если у нас нет опыта проживания конфликта, когда мы видели, что наши интересы учитываются, что нас слышали, что из конфликта вышло что-то удачное, то есть отношения не разрушились, а сблизились, люди не разругались и стали лучше друг друга понимать. Когда интересы друг друга были учтены, и тогда в целом ситуация дала возможность для роста. Вот если такого опыта нет, то все эти страхи, которые мы описали, связанные с конфликтом, они являются базовыми и блокируют деятельность во время конфликта. Ситуация, которая вы описаны, очень похожая на реакцию замирания. Если ребенок в детстве был свидетелем того, как ругаются родители, и он был беспомощен в том, чтобы как-либо повлиять или что-то изменить, но это было очень тяжело, и это было очень больно, и очень сильно пугало, то внутри фиктируется состояние того, что конфликт — это состояние, в котором я просто теряюсь. И, в общем-то, происходят те симптомы, которые вы описали. Возможно, кто-то очень сильно ругался на вас, и вы очень сильно испугались, и теперь любая ситуация агрессии опять вводит вас в то состояние. Вы просто проваливаетесь на языке психологии, мы говорим, регрессируете в ваше детское состояние, и опять ничего не можете поделать. Чтобы как-то с этим справиться, нужно в первую очередь понять, откуда эти чувства. Где-то вы их точно испытали, с кем-то вы пережили этот опыт, который сейчас всё время вылазит, выскакивает из бессознательного и не даёт вам уже, когда вы взрослый, когда вы более сильный, когда вы не так беспомощны, влиять на вашу жизнь. Неплохо было бы разобрать эту ситуацию, вернуть себе ресурс, понять, почему так произошло. И тогда шаг за шагом нарабатывать опыт поведения себя в конфликтах. Потому что если будет продолжаться серия конфликтов, и вы будете также замирать, то вы только фиксируетесь на этом поведении, и оно укрепляется. Очень часто конфликты происходят по одним и тем же поводам. И вы можете даже заметить, что внутри вас срабатывает. Возможно, подобрать какую-то фразу, которая бы помогла вам заявить о своих интересах. Возможно, после конфликта вы обдумываете, наверняка такая стратегия срабатывает, и потом вам приходят нужные слова или какие-то объяснения, аргументы, которые бы вы могли защитить свои границы, свои интересы, отстоять своё мнение. Это не бесполезная работа. Это важно. Важно заранее проработать и подготовить те фразы, те ваши реакции, которые в следующей ситуации конфликта вы бы могли попробовать проявить. Если вы подготовите их заранее, то у вашего мозга, у вашей психики будет альтернативный вариант реагирования. Так вы просто проваливаетесь в детскую ситуацию. А тут будет ещё один способ, который вы, когда будете готовы, когда будет уместно, попробуете и раз за разом будете нарабатывать свою устойчивость в конфликте. Без этого опыта переживать конфликты будет сложно. Но даже одного-двух случаев будет достаточно, чтобы заметить, что в общем-то у вас достаточно сил, чтобы выдержать напряжение конфликта, что люди готовы вас слышать, если найти правильные слова, чтобы донести свою идею и так далее. Поэтому, чтобы работать с конфликтом, нужно проработать все страхи, о которых мы с вами говорили. Вспомнить, почему у вас закрепилась именно такая реакция. Таким образом, вы вернёте себе ресурс, вернёте себе силы и в новых, будущих конфликтах, подготовившись, вы будете крепче и успешнее. Следующий вопрос. Раскройте тему ревности женщины к партнёрам. Влияет ли на это заниженная самооценка или есть ещё причина? Что с этим делать? Ревность очень комплексная, богатое эмоциональное переживание. Оно включает в себя множество компонентов. Но первое — это агрессия, потому что всё-таки то, что происходит, нам не нравится, и у нас возникает какое-то возмущение внутреннее. Агрессия может быть направлена на себя, увы, у женщин очень часто, особенно с низкой самооценкой, именно на себя направлена агрессия, может быть направлена на вашего партнёра или на то условное соперничество, которое появилось. Ревность — достаточно богатое, комплексное эмоциональное переживание. Оно включает в себя множество компонентов. Ну, первое — это агрессия. Внутри нас возникает возмущение, агрессия может быть направлена на партнёра, на соперницу, она может даже направлена быть на само себя, если особенно низкая самооценка. С другой стороны, есть большой страх, множество даже страха. Например, страх потерять партнёра, потому что риск, риск для отношений. Есть страх сравнения, страх проигрыша. Почему женщины так опасаются других соперниц? Ну, потому что, если, опять же, особенно низкая самооценка или низкая ценность внутри себя, то женщина опасается, что мужчина, сравнивая её с кем-то, заметит, что она хуже, а значит, выберет другое. И вот этот страх сравнения, а корень-то нехватка ценностей, он тоже влияет на то, чтобы не допустить возможных соперниц. С другой стороны, включается чувство собственничества, тоже очень знакомое людям чувство, и мы не хотим, чтобы то, что, как нам кажется, наше, может принадлежать кому-то другому. Опять же, это такие вот человеческие страсти. У кого-то включается контроль. Контроль во всех сферах жизни, в том числе, контроль мужчины в отношении его увлечений или других женщин. Излишний контроль, конечно, является поводом для повышенной ревности и ухудшает отношения. Самолюбие задевается и так далее. То есть, очень-очень много, на самом деле, причин для ревности. Если человек не уверен в себе, то он ревнует сильнее, и поводов для ревности находит больше, и переживает это значительно болезненнее. Если человек знает себе ценность, он, в общем-то, вполне уверен в себе и в некотором смысле доверяет партнёру, а недоверие является также одной из причин ревности, то он ревнует меньше. Но невозможно сказать, что есть кто-то, кто не ревнует. Да, такое тоже бывает, но крайне редко. У нас в человеческом понимании ревность иногда даже связывает с любовью. Но мне кажется, что ревность, она связана не столько с тем, кого мы любим, а с тем, чтобы нам хотелось, чтобы любили нас. И вот боязнь потерять эту любовь к себе, именно она руководит нами. Ревность, она имеет даже биологически оправданные механизмы. Ведь, по сути, для чего она дана нам биологически? Если женщина замечает, что интерес партнёра угасает, то в ней вспыхивают все эти чувства. И тогда, заметив это, она предпринимает разные ухищрения на то, чтобы вернуть внимание партнёра. Если бы мы были неревнивы или мы никак бы не заботились о том, насколько увлечён нами партнёр, то многие бы отношения достаточно быстро и рано распадались. В биологии есть даже такое понятие, что среди самок, которые не зависят от своих самцов, в этой популяции ревность не присутствует. Во всех остальных, где женщина всё-таки зависима от партнёра, а мы вспомним, что исторически, эволюционно женщины во многом были зависимы от мужчин, именно они должны были обеспечивать их и их потомство в тот период, пока детки маленькие. И, в общем-то, этот механизм сохранился. Да и в целом, сейчас мы также должны быть включены, заинтересованы в том, чтобы отношения сохранялись, чтобы они были интересны, чтобы это было взаимное желание сохранять эти отношения, а не необходимость. И вот, когда включается этот богатый коктейль ревности, что же происходит с женщинами? Чаще всего включаются идеи скандалов, упрёков, рассказываются какие-то нелестные, и что очень обидно, нелестные в отношении самой женщины, комментарии, что не помогает усилить близость, не помогает удержать интерес партнёра, а наоборот, скорее понижает достоинства женщины, той, которая ревнует, и ведёт к угасанию этого интереса. Поэтому давайте сделаем такой краткий вывод о том, что ревность, она вполне закономерна в отношениях, а вот как мы будем использовать её сигнал, оправданный сигнал, полезный для наших отношений сигнал, вот это уже наш выбор. Опять же, если заниженная самооценка, то самое правильное это начать заниматься собой, никто не отменяет таких понятных и естественных для женщин процедур, как уход за своей внешностью, смена образа, вызывать интерес, то есть это база, это та биология, на котором основываются отношения, и если соперница подсказывает вам, что вам пора бы немножко себя прихорошить, то в общем-то не нужно об этом забывать и правильно прикладывать усилия. С другой стороны, возможно вам кажется, что вы уже не так интересны, и это тоже толчок к развитию. Поэтому очень важно действовать в правильном направлении, развивая себя, наполняя отношения, не усугубляйте скандалами, а на волне ревности, агрессии, потому что это активная энергия, давать возможность толчку и развитию ваших отношений и вашей ценности в том числе. И у нас осталось ещё два небольших вопроса. Вопрос такой, почему мне нравятся мужчины, которым не нравлюсь я? Как можно исправить эту ситуацию? История про невзаимность весьма популярна. И сегодня мы с вами вначале говорили о том, что может присутствовать страх отношений, избегание отношений. И вот, если внутри есть страх отношений, то как раз будут выбираться партнёры, которые условно недоступны. То есть, вроде бы, ты отношения строишь, ты включена, ты, как нормальная женщина заинтересована в мужчинах, но отношений боишься, поэтому лучше выбрать того партнёра, с кем и не удастся их создать. Это одна из идей, почему такая стратегия может включаться. Может быть множество других причин. Именно в таких отношениях, которые недоступны, ты сможешь проиграть историю, ты сможешь проиграть сценарий, доказать, насколько ты хороша. Ну вот представьте, мужчина, он ещё не признал твою хорошесть, он не признал, насколько ты классная, замечательная, насколько ему бы повезло быть с тобой. Возможно, когда-то, в прошлом, был такой опыт. Может быть, это был опыт с отцом, который недостаточно хвалил, не ценил, не проявлял себя в заботе и любви, а хочется, хочется, чтобы тот, кто не обращал внимания, обратил и признал, и подтвердил твою хорошесть. Возможно, были такие первые отношения, то есть, может быть, разные истории, которые влияют на то, что этот сценарий хочется доиграть, но и доиграть уже в новых отношениях, потому что в тех предыдущих не получилось. И вот эта незавершённость, неудовлетворённость, она внутри остаётся. И поэтому подбираются такие партнёры, с которыми ещё можно сыграть в эту игру, что-то себе доказать, возможно, что-то доказать ему. А вот что доказать, тут должен отвечать каждый индивидуально, исходя из своих чувств, своих потребностей, то есть, для чего-то именно такой сценарий выбирается. Поэтому нужно понять, чем выгодны для вас эти отношения, что будет после того, как вы добьётесь расположения этого условно-недоступного мужчины. Возможно, тогда вы почувствуете свою ценность, возможно, тогда где-то внутри успокоятся, вы сможете двигаться дальше. То есть, нужно понять, какая потребность проигрывается в этих отношениях. Заметив эту потребность, вы, возможно, найдёте способ, как удовлетворить её иначе. Но бывает так, когда мы рассматриваем вот эту конструкцию, то уже становится не так важно, не так необходимо доигрывать, когда ты понимаешь, что, по сути, ты уже давно доказала себе, насколько ты хороша и ценна, и, возможно, уже отношения не так сильно пугают. И тогда хороший анализ подобной ситуации освобождает от влияния на тебя этого сценария. Есть ли какая-то гипотеза, почему мне попадаются мужчины младше меня или незревые? Если мужчины попадаются, то, вероятнее всего, всё-таки бессознательно вы их выбираете. Выбираете такой типаж. Такой тип мужчины даёт вам возможность, опять же, проиграть какой-то необходимый для вас сценарий. Например, именно инфантильные мужчины тоже не готовы к серьёзным отношениям. А ещё не готовы жениться, они ещё не готовы к детям. И вам это, может быть, сейчас подходит, потому что вы увеличены карьерой, вам хочется чего-то другого в жизни, а не вот этих бытовых вопросов. И поэтому именно такие мужчины очень уместны для вас сейчас. С другой стороны, инфантильные мужчины, условно говоря, незрелые. И на фоне таких мужчин у женщины появляется возможность проявить себя более умной, настойчивой, включить в своё доминирование, порассказать своё превосходство. Со зрелым, состоятельным мужчиной такое превосходство отыграть не получится. А раз это чувство превосходства, доминирования, оно желанно по каким-то причинам, то, в общем-то, и подбираются такие мужчины. В предыдущем и этом случае мы видим, что выбор — это не случайность, это условное, бессознательное действие, выбор именно таких отношений. И чтобы разобраться с ними, нужно понять, какая вторичная выгода именно для вас в этих отношениях. Это были лишь малые вариации того, почему такие отношения складываются. А вам нужно найти ответ для себя, что дают вам такие отношения. Как бы вы не убеждали меня в том, что вы от них устали и ничего хорошего не дают, вероятнее всего, какая-то потребность всё-таки реализуется. После этого признав, что это всё-таки ваш выбор, и он каким-то образом вам выгодил, вы можете заметить, хочется ли вам продолжать играть в эту игру. Хочется ли вам всё ещё носиться с этой неудовлетворённой потребностью или, возможно, вы уже не нуждаетесь в этом, и тогда освободитесь от этого сценария и сможете двигаться дальше. Но в любом случае без анализа себя в этой ситуации не обойтись. Как вы видите, во всех вопросах отношений срабатывают не только внешние факторы, но и какие-то наши внутренние особенности, наши внутренние личностные характеристики. Лучше понимая себя, понимая, что срабатывает внутри тебя, рефлексируя свои чувства и переживания, мы получаем возможность свободы выбора этих отношений, возможность управлять этими отношениями. Поэтому всё начинается с того, чтобы заглянуть внутрь себя, взять ответственность за свою жизнь и тогда строить её так, как вы того желаете, а не быть ведомыми вашими внутренними сценариями. Начинайте с интересом относиться к жизни, и тогда она обязательно ответит вам взаимностью. До новых встреч на канале Women in Z. До новых встреч на канале